Доброе утро, уважаемые трейдеры, приветствую вас на торговой сессии в пятницу. Сегодня обзор рынка проведу я, Александр Наконечный, а в понедельник мы с вами ждем возвращения Артема Деева. Давайте для начала подведем итоги предыдущего дня. Вчера мы ждали с вами ВВП Германии, ВВП США, квартальная годовая. Поэтому вспомним, в Германии прогнозное значение было минус 9%, фактическое значение квартальное вышло минус 10,1%. Если смотреть годовое, так там значение еще хуже, минус 11%. В ВВП США прогнозное значение было минус 34%, рекордно низкие показатели, но фактическое значение вышло немного лучше, минус 32,1%. Если смотреть на динамику активов, которые мы вчера с вами прогнозировали, это евро-доллар, мы с вами ставили цель на уровень 1,19. Так вот, сегодня на открытии сессии этот уровень уже был протестирован, цена его протестировала, откатилась. И я не исключаю, что сегодня продолжится рост, поэтому ставим новую цель, рост до отметки 1,20, до целого уровня. Ждем в перспективе сегодняшнего дня. Учитывая текущую динамику, это вполне реально, тем более на восходящем тренде, на откате, всегда есть возможность купить с небольшим риском, ну и с потенциально высоким тейк-профитом. Если рассмотрим валютную пару фунт-доллар, то здесь также цена протестировала уровень 1,31, сейчас также находится в небольшой коррекции. Ставим новую цель 1,32. Также в течение сегодняшнего дня цель вполне достижимая, учитывая текущую волатильность, ну что такое 100 пунктов для валютной пары фунт-доллар. Сейчас это движение можно рассмотреть в рамках коррекции и последующего роста. Сегодня также ожидаем статистические показатели. В первую очередь в 12.00 в Европе мы ожидаем индекс потребительских цен. Это ключевое значение, которое определяет уровень покупок и инфляции. На значение, которое будет выходить выше ожидаемого, как правило, это позитивная новость для Европы. Сейчас прогнозное значение 0,7. Но учитывая текущую динамику валютной пары евро-доллар, я думаю, именно вот эта новость никак не сможет повлиять на последующий рост. Поэтому ждем дальнейшего укрепления евро и фунта по отношению к доллару и ослабления доллара, по крайней мере, на этой неделе точно. Золото. Золото сейчас котируется примерно на уровне 1960 долларов. Не исключаю, что сегодня будет протестирован новый локальный максимум – 2000 долларов. По предыдущим прогнозам Артема Деева мы как раз-таки ждем 2000 долларов до конца текущей недели. Учитывая, что сейчас цена торгуется ближе к ближайших локальных максимумах, я думаю, что уровень 2000 долларов сегодня вполне достижим. Поэтому ждем этого значения. Можно, если еще нет открытых позиций на покупку в течение дня, на небольших таймфреймах, таких как М30, H1, всегда можно найти сделку на покупку с небольшим стоп-лоссом и потенциально высоким тег-профитом с соотношением как минимум 3 к 1. Также сегодня выходит статистика по Канаде, на ВВП Канады в 15.30. ВВП будет за май, поэтому данные достаточно положительные. Ждет рост 3,5% ВВП. Поэтому в целом новость положительная. Но если рассматривать валютную пару американский доллар, канадский доллар, то каких-то трендовых движений по валютной паре на текущее время я точно не жду, поскольку цена находится в ценовом диапазоне. Это значение 1,3450, 1,33. То есть в этом диапазоне цена, скорее всего, сегодня также продолжит движение. Каких-то резких всплесков точно ожидать не стоит. Хотя, в целом, если смотреть на текущий технический анализ, я бы ждал внутри дня какого-то снижения на 50-70 пунктов до отметки 1,34-1,3,50. Ну, а вам хочу пожелать успешной торговли, всего вам наилучшего, успехов в трейдинге и надеюсь, что вы в текущую неделю завершите с прибылью. Всего наилучшего, до свидания.